Надеюсь, мои прогнозы ошибочны. Но, кажется, начинается глобальный экономический кризис. Все настолько плохо? Да, MSNBC никогда не позволят мне сказать это в эфире. Есть очень большая вероятность того, что Трампа будут переизбирать. Ты вообще не опираешься на президентов в своей модели введения и бизнеса? Бутидж, Дональд. И даже несмотря на все происходящее, люди по-прежнему рассчитывают, что правительство придет на помощь. Правительство придет на помощь? Ты можешь что-то гарантировать? Конечно, нет. За время после кризиса 2008 года я заработал больше, чем за всю свою жизнь. Потому что лучшее время для открытия своего бизнеса – это прямо после того, как случается обвал экономики. Пожарный, выходя на пенсию, за все время работы получит около миллиона двухсот тысяч долларов. На деле же не получат ничего, их деньги украдены. Американский доллар фейк. Люди напуганы, наша страна растет кучу неженок. Ведь не только демократы устали от этого всего. Абсолютно все люди уже сыты по горло. Людьми управляют как марионетками. И что же мне делать? Вообще все могут что-то предпринять. Но никто и пальцем не пошевельнет, чтобы сделать это. Не пытайтесь изменить мир, меняйтесь сами. Субтитры сделал DimaTorzok За всю свою жизнь прочитал более двух тысяч книг, третьей из которых стала книга, которую я сейчас держу в руках. Она круто изменила мою жизнь, заставила меня пересмотреть мое отношение к жизни. У автора этой книги мы уже брали интервью, когда у нас на канале было всего 1200 подписчиков. Тогда мы еще только начинали развиваться. И сегодня, когда мы опять пригласили Роберта, у нас уже почти 2 миллиона подписчиков. И только за промежуток между нашими интервью продажи этой книги превысили 25 миллионов копий. На сегодняшний день было продано более 41 миллиона экземпляров книги «Богатый папа, бедный папа». Я даже посоветовал Роберту написать еще одну версию этой книги. 50 оттенков «Богатого папы и бедного папы». И вдруг продажи будут такими же высокими. Итак, я рад снова приветствовать тебя здесь. Спасибо, поздравляю с успехом канала. Это я тебя поздравляю с цифрой в 41 миллион проданных копий. Это просто безумие. Каково это понимать, что твоя книга вдохновила стольких читателей по всему миру на новые свершения? Простая диаграмма, представленная в этой книге, показывающая этапы перехода от простого сотрудника до мелкого предпринимателя, потом до владельца крупного бизнеса, а потом до инвестора. Нашла столько применений. Что ты чувствуешь, зная, что твоя книга очень многим помогла? Я сам не могу до конца в это поверить. У меня была плохая успеваемость в школьные годы, меня несколько раз чуть ли не исключали из школы. Я не умел нормально строить предложения. Поэтому стать писателем мирового масштаба стало для меня просто чудом. Интересно, что бы сказали твои учителя и люди, ругавшие тебя в те годы, посмотрев сейчас на продажи твоих книг, превысившие 41 миллион экземпляров. Но давай все-таки о сложившейся сегодня экономической обстановке. Сейчас экономика находится в довольно интересном положении. Очень интересно, что ты думаешь по поводу этого всего. Ты написал книгу «Кто украл мою пенсию?» Обсудим ее чуть позже. Однако с экономикой сейчас действительно происходит изменение. В свете недавних событий по поводу Брексита 2020 год начался очень противоречиво с конфликтов США и Ирана. Торговой войны с Китаем, противоречие ситуации с Японией, разрешение которой до сих пор обсуждается. В Венесуэле режим Николаса Мадуро переживает американские санкции на поставки нефти. В американской политике также царят распри. В мире сложилась очень спорная ситуация, особенно с учетом всего происходящего в ведущих СМИ по поводу импичмента Трампа. Постоянно что-то меняется. Многие люди сейчас буквально в ужасе от того, что в скором времени может случиться серьезный экономический кризис. Они не знают, что будут делать, если экономика рухнет, боятся потерять все свои деньги. Как ты через призму своих знаний и опыта воспринимаешь нынешнюю ситуацию, которая складывается в экономике? Ну, во-первых, я начал писать книгу «Богатый папа, бедный папа», потому что знал, что трудные времена могут уже скоро настать. Сейчас я могу сказать, что мы еще никогда не проходили через то, что нам предстоит пройти сейчас. Сейчас чертовски зловещие времена. Так и есть. Я бы даже сказал самые зловещие, ведь складывающуюся сейчас ситуацию даже не с чем сравнить. Мировая экономика еще никогда не подвергалась испытаниям такого типа и масштаба. Знаешь, сто лет назад в Англии случился биржевый крах, который даже никого не затронул. Однако, если сегодня рухнет экономика США, то за ней на дно пойдет и экономика всего остального мира. Никогда еще социальные сети и интернет не играли такой роли, как сейчас. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего развития событий, потому что я могу заработать больше в условиях обвала рынка, чем в те периоды, когда экономика стабильна. Но для простых людей все это может кончиться печально. Я очень надеюсь, что мои прогнозы окажутся неверными, но мне кажется, что все идет к тому, что начнется глобальный экономический кризис. Глобальный экономический кризис. Что будет происходить? Начнется что-то похожее на Великую Депрессию. Люди будут подавлены, в экономике будет продолжительный спад, будет сложно вернуть все на круги своя. Хотя для тех, кто заранее готовится к кризису, для таких людей, как ты, есть хорошие новости. Они смогут приумножить свое состояние. Когда самолет терпит крушение, остаются и выжившие. Во время кризиса 2008 года меня пригласили на передачу к Вольфу Блиццеру за 6 месяцев до того, как банк Лимон Бразерс заявил о банкротстве. Тогда в эфире я предсказал, что это случится, но меня никто не послушал. И сейчас я уже долгое время жду, что экономика пойдет на спад. Хоть мне и боязно за других людей. Но ты и сам знаешь, что большинство американцев просто невежи. Они знать не знают, что происходит. Однако я недавно посещал страны Африки, Китай, Японию, Новую Зеландию. И путешествуя по миру, видишь, что люди напуганы. В Австралии рецессия продолжается уже на протяжении 30 лет. Но в Америке все люди сытые, наетые и счастливые. Они веселятся и хорошо проводят время. В этом нет ничего плохого, но вся эта ситуация беспокоит меня. Если бы у меня были дети, я бы очень за них переживал. Ты бы переживал за своих детей? Да, если бы они у меня были. Взрослый человек может вынести голод и лишение, но... Ни один взрослый не хочет видеть, как его дети голодают. Все будет настолько плохо? Да. Позволь спросить следующее. Что послужит главным провоцирующим фактором к такому раскладу событий? Причина, по которой я написал книгу «Богатый папа, бедный папа» – американский доллар. В прошлом году также вышла книга «Фейк», в которой говорится о ненастоящих деньгах. Ненастоящих специалистах, ненастоящих активах. Американский доллар – это фейк. Еще никогда в истории не было такого, чтобы фальшивые деньги надежно держали свои позиции. Мы занимаемся одним и тем же, продолжаем печатать эти банкноты. И когда я начинал работу над книгой «Богатый папа, бедный папа», люди не понимали, о чем я пишу. Сегодня мы наблюдаем валютное стимулирование. По сути, увеличение денежных масс за счет кредитной эмиссии, нулевые ставки по кредитам. И несмотря на это, люди все еще держат деньги в валюте. Это безумие. Ведь правительство просто берет и печатает эти бумажки. Только за сентябрь этого года было напечатано 500 миллиардов долларов, так как рынок ценных бумаг падает. Но если спросить случайного прохожего на улице, что такое рынок ценных бумаг, то он вам не ответит. Обычные люди не знают этого. Поэтому я и говорю о пустых деньгах, ненастоящих активах и лжеучителях. На протяжении всей своей карьеры я говорил о системе образования. Почему людей не обучают финансовой грамотности? Ведь жизнь каждого человека так плотно связана с деньгами. Почему так? Все используют деньги, но никто не рассказывает людям, как устроены деньги. Именно это и беспокоит меня. Именно по этой причине я и написал книгу «Кто украл мою пенсию» и «Богатый папа, бедный папа». Я и мой соавтор Эдвард Сиддл попадали в ситуацию, когда наши отцы теряли все до копейки. Когда мне было около 20 лет, и мой бедный папа потерял все свои деньги, я был напуган. Я сказал себе, я не позволю никому сделать то же самое со мной. В 73-м году я вернулся из Вьетнама. У моего отца не было работы, как и у многих других людей. И он говорит мне, возвращайся в университет, доучись и получи свой диплом, а потом иди работать во Флорида Айрлайнс. Я ответил, ты что, серьезно? Человек, лишившийся работы, пенсии, заработной платы, говорит мне возвращаться в университет? Зачем? Чему меня там могут научить? У моих друзей, которые закончили университет и пошли работать туда, сегодня нет ни гроша за душой. Их деньги украли. То же самое и с Юэсэйр. Посмотрите, что сейчас происходит в Париже, пока мы тут разговариваем. Миллионы людей выходят на улицы и устраивают забастовки, потому что они лишаются пенсии и сбережений. В Японии тоже митинги. Да, на этих людей больно смотреть. Именно. А у американцев все просто отлично. Так, как там поживает мой пенсионный счет 4-0-1-к? Может быть, мне стоит немного побеспокоиться о моих деньгах, лежащих там? Они вообще не понимают, что происходит во всем мире. Каждый видит только то, что происходит внутри страны, но никто не догадывается посмотреть на мировую обстановку в целом. Я постоянно путешествую по миру, и то, что я вижу, очень беспокоит меня. Я недавно был в Аргентине вместе со своим младшим братом. Он вернулся оттуда совершенно другим человеком. Он сказал мне, да, ты и впрямь не шутил. Я ответил, нет, не шутил. Мой брат просто не мог поверить в то, что там сейчас происходит. Да уж, 12 миллионов людей там работают на то, чтобы обеспечить другие 9 миллионов. Инфляция там составляет 31-32%. Это просто что-то непостижимое. Когда ты смотришь на то, что там сейчас происходит из Соединенных Штатов, думаешь, блин, это же как Европа, Центральная Америка. Отправляясь в путешествие туда, понимаешь, насколько там красиво. Да, Буэнос-Арес – это один из самых красивых городов. По-настоящему восхитительное место. Местная кухня, отели, также очень и очень хороши. Меня всегда по-настоящему интересовал один вопрос, который касается страха. Роберт, в чем состоит различие между страхом сегодня и страхом, который был у людей 20, 50, 100 лет назад? Ведь всегда было так, что когда экономика находится в стабильном состоянии, большинство людей просто сидят сложа руки, и только маленький процент населения пытается подготовиться к предстоящим экономическим спадам. Изменилась ли ситуация в этом плане по сравнению с тем, что было 50, 100 лет назад? Большинство людей также не будут пытаться сделать на кризисе состояние? Отличный вопрос. Потому что сегодня, когда я обращаюсь к событиям 2008 года, большинство людей помнит, о чем я говорю. Они помнят банкротство банка Лиммен Бразерс. Помнят инфляцию в 39%. Эти события еще свежи в памяти людей. Но когда я начинал писать «Богатый папа, бедный папа», единственное, что могло прийти им в голову, была Великая Депрессия. «Богатый папа, бедный папа» увидела прилавки магазинов в 1997-м. В то время единственным примером и ориентиром были события Великой Депрессии. Никто не помнил, как тогда обстояли дела. Но на сегодняшний день, я думаю, люди стали чуть рассудительнее, потому что все помнят, что было в 2008-м и 2000-м. 2000-й, 2008-й, и вот сейчас мы вновь подходим к похожей ситуации. Поэтому я считаю, что большинство людей, по крайней мере, немного в курсе происходящего. Я, конечно, надеюсь, что у нас получится избежать повторения прошлого опыта, но боюсь, что так оно и будет. Вот что я могу сказать по этому поводу. То есть большинство людей сегодня понимает, к чему все идет, потому что мы переживали кризис всего 12 лет назад, понятно. Я тоже хорошо помню, годом позже, в 2009-м, мы открыли свое агентство. Это было самое мудрое решение, которое вы только могли принять. Так и есть, оно во многом пошло нам на пользу. Мы быстро развивались, но все остальные были очень напуганы. Знаешь, в бизнесе я часто руководствуюсь тем, что, когда экономика терпит изменения, на страхе других людей можно заработать большие деньги. Хочу сказать, что то, что ты сделал, было очень грамотным решением. Потому что лучшее время для открытия своего бизнеса – это прямо после того, как случился обвал экономики. За время после кризиса 2008-го года я заработал больше, чем за всю свою жизнь. Все тогда попрятались, как маленькие тараканы. Стоп, после кризиса 2008-го года ты смог сделать больше денег, чем за всю свою жизнь? Да, и сейчас я рассуждаю о неизбежно приближающемся кризисе, а люди смотрят и думают, какой же он пессимист. Нет, это не так, я в восторге от того, что будет. Да, я возбуждаюсь, когда думаю о том, сколько выгодных сделок можно будет провернуть. Они будут повсюду. Бери, не хочу. Пусть все думают, что я пессимистично настроен, но на самом деле я в предвкушении. Я очень много знаю о бизнесе. Ребята, открывшие свою компанию сразу после кризиса, чаще всего достигали больших успехов. Да, для нас будет много работенки. Возможно, понадобится удача, рассудительность, интеллект, или же всего понемногу. Ну, или же можно быть просто тупым и надеяться, что все и так прокатит. Я хочу сделать миллион уже завтра, сидя на диване. У меня вот так не получилось. Итак, я хочу услышать от тебя кое-что по следующему вопросу. Вот мы говорим про 2008-2009 год, когда промышленный индекс Доу Джонса падает более чем в два раза. С 14 тысяч до 65 сотен. В то время можно было купить акции компании Форд в районе 75 центов за штуку. Можно купить что угодно за сущие гроши. А потом начинается подъем с 6 тысяч 500 до 16 тысяч. Потом до 29 тысяч. И однажды мой друг напомнил мне об одной книге, написанной Гарри Дентом. В ней он доказывал, что индекс Доу Джонса непременно поднимется до 42 тысяч. На деле же произошел спад экономики, и индекс опустился. А она называлась «Грядет великий бум». В какой-то другой книге он писал, мол, вообще все будет по-другому. Экономику ждет кризис, а на самом деле рынок начал подниматься. И мой друг говорит мне, слушай, о чем говорит Гарри Дент, и делай все наоборот. Гарри, это мой хороший друг. Гарри, послушай, что он говорит про тебя. Гарри, мы пользуемся твоими советами, просто делаем все наоборот. Также на ум приходит еще одна книга «От хорошего к великому», написанная Джимом Коллинзом. В ней он рассказывает о падении предприятий Фредди Мэй и Фредди Мак. Она полна полезных историй и советов для начинающих бизнесменов. Принципы, которые он описывал, тогда актуальны и по сей день. И на сегодня индекс Доу остановился на отметке 29 тысяч. И возможно, кто-то сейчас смотрит это видео и думает. Слушайте, есть очень большая вероятность того, что президента будут переизбирать. Все эти объявленные Трампу импичменты никуда не денутся. Его будут переизбирать. Вряд ли у Джо Байдена хватит голосов, вряд ли суперделегаты проголосуют за Берни Сандерса. Скорее всего, их выбор пойдет или на Джо Байдена, или на Элизабет Уоррен. Может быть, это будет Майк Блумберг. Сейчас он тратит кучу денег на открытие своих штабов по всей стране. С его состоянием в 54 миллиарда ему вполне по силам опередить всех в президентской гонке. Но, возможно, найдутся и оптимисты, которые скажут, ну, не знаю, Роберт, мне кажется, что Доу пойдет вверх до 35 тысяч, 40, 45. Я думаю, сейчас самое время для того, чтобы удвоить ставки, потому что ближайшие 4-5 лет будут сопровождаться стабильным ростом экономики. Чтобы ты ответил на такое заявление. А ты сам сможешь это гарантировать? Нет, конечно. Я уже не занимаюсь биржевой торговлей, так что об этом надо спрашивать не меня. Я просто не доверяю рынку. Там постоянно происходят различные манипуляции. Как я уже говорил, фейковые деньги, фейковые активы, фейковые учителя, фейковые индексы. В книге «Кто украл мою пенсию» я писал, что в первую очередь составляет американский экспорт. Знаешь, что это? Токсичные активы. Токсичные активы? Да, обесцененные активы, дериваты, долговые обязательства, обеспеченные ипотекой. И что же происходит сегодня? Уолл-стрит ведет нечестную игру с пенсионными накоплениями людей. Соавтор моей книги «Кто украл мою пенсию» – представитель государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Просто устал смотреть на то, как банкиры обворовывают пенсионный фонд и получают премии за то, как организаторы ассоциации сотрудников, которые заведуют фондами, получают премии, оставляя простых работников ни с чем. И когда наступит время следующего кризиса, для простых людей все будет складываться ужасно. Еще раз, Эд Сиддл был одним из чиновников в государственной комиссии по ценным бумагам. Его отец служил офицером ЦРУ в Уганде. Его убили, и семья Эда разорилась, потому что тело отца не смогли найти и посчитали, что он дезертировал. Не выплатив семье ни гроша. Мой отец выступал за одну политическую партию, которая вскоре проиграла соперничество с действующим губернатором Гавайев. После этого губернатор сказал – теперь у тебя не будет ни профессии, ни выплат, ни пенсии. Мой отец остался без денег. Мы с Эдом примерно одного возраста. У наших семей сложились очень схожие ситуации. Они голодали, наши отцы потеряли все свои деньги. И все это довело нас обоих до предела. Я больше не доверяю своему правительству. Я не отношу себя ни к республиканцам, ни к демократам. Мне нравится Трамп, но никто из них не спасет меня в случае чего. Трамп, Байден, Сандерс. Да это же просто актерский состав какого-то шоу. Первым идет Дональд, против него Сандерс, потом Покахонтас, Ворон, потом Пит Пудиджич. Чем вам не реалити-шоу в прямом эфире? И даже несмотря на все происходящее, люди по-прежнему рассчитывают, что правительство придет им на помощь, когда это потребуется? Да не смешите меня. То есть ты не сильно заинтересован в политической жизни страны, потому что она никак не определяет ни стоимость твоих активов, ни твои последующие шаги. Нет, и это хорошо, потому что в бизнесе ты должен наверняка знать, что твое предприятие будет процветать независимо от того, что происходит за столами у политиков. Ты вообще не опираешься на президентов в своей модели ведения бизнеса? Мой заработок не зависит от политики того или иного президента, от слова совсем. Да ладно, тебя действительно не затрагивает политика? Ну да, ведь я не торгую на бирже. Я занимаюсь недвижимостью, владею предприятиями. Моя компания «Богатый папа» приносит мне больше дохода, когда наступают кризисные времена. Жилье, сдаваемое в аренду, также всегда остается прибыльным делом. Людям ведь надо где-то жить. Все мои активы, в покупку которых я когда-то вложился, кризисонепроницаемые. Тогда позволь спросить следующее. Простой человек, который смотрит это видео, сейчас думает, «Окей, Роберт, я не такой крутой, как ты. У меня нет своей компании или бизнеса, я не продал 41 миллион экземпляров книги. У меня нет нефти, нет недвижимости, которую я могу сдавать. Что мне тогда делать?» Ты говоришь, что сейчас такое опасное время, уже скоро рынок может потерпеть крах из-за всего происходящего с валютой. Мы уже напечатали полтриллиона долларов только за сентябрь, не говоря уже о тех трех триллионах долларов, которые были напечатаны предыдущие семь лет. Как быть готовым к кризису? Вообще все могут что-то предпринять. Но никто и пальцем не пошевельнет, чтобы сделать это. В этом и состоит проблема. Я написал, кто украл мою пенсию, потому что люди не сделали ничего, когда их деньги были украдены. Мы говорим об огромных цифрах. Но никто не решился сделать что-то. То же самое было и в 2008-м, когда начался кризис. Никто из виноватых не был посажен за решетку. Им наоборот заплатили сверху. Есть что-то гнилое в государстве США. Главная проблема большинства американцев – они слишком беззаботные. Они всегда ожидают, что все будет хорошо, что все само собой разрешится. Каждый бы мог, например, повторить мое первое вложение. Я писал об этом в своих книгах. Первая, куда я вложил деньги, была золотая монета, купленная мною в Гонконге. Я купил там Крюгер-Рент. Я тогда прилетел в Китай из Вьетнама, приехал в Гонконг и там купил эту золотую монету. Это происходило в 1972-м году. Причина, по которой эта дата имеет значение. В 1972-м году для граждан США считалось незаконным приобретение и владение золотом в чистом виде. А я провез эту маленькую монетку в Штаты у себя в кармане. Сходя с борта крейсера, на котором мы плыли, я чувствовал себя настоящим контрабандистом, потому что после закона Рузвельта от 1933-го года в США был установлен запрет на владение золотыми монетами, слитками или же сертификатами. Но та монета на сегодняшний день стоит почти 2000 долларов. И она до сих пор хранится у меня в коллекции. За сколько ты ее купил? За 50 долларов. От 50 долларов до 2000 за период с 1972-го. Так и есть. Я никогда не храню сбережения в валюте, поскольку я понимаю, как устроены деньги. Понимаю политику количественного смягчения и нулевых процентных ставок. Я просто не доверяю доллару. И поэтому на протяжении почти всей своей жизни я вкладывал деньги в серебро, золото, недвижимость и другие физические активы. А не в торгуемые на бирже фонды. У меня лежат миллионы в серебряных и золотых монетах. И я продолжаю их собирать, потому что я не верю в доллар. Каждый человек может позволить себе потратить 20 баксов на монетку серебряного орла. Но кто действительно пойдет в магазин монет и купит ее? Скорее всего никто. Меньше одной десятой от одного процента американцев владеют ценными металлами. На сегодняшний день серебро стоит в два раза дешевле своего исторического максимума. Покупка серебра – это одна из самых выгодных сделок, которые может заключить каждый. Сегодня монета серебряного доллара стоит в районе 20 долларов. В скором времени эта цифра может вырасти до 50. Я говорю об этом всем своим друзьям, а они такие «Э, ну да, я подумаю об этом». В этом и состоит проблема. Каждый может себе позволить покупку в 20 долларов. Однако никто не станет этим заниматься. Большинство людей сегодня не готовы что-то менять. Им проще заниматься одним и тем же в надежде, что все и дальше будет хорошо продолжаться. И не стоит ни о чем беспокоиться. Но недавно я разговаривал с моим лечащим врачом, и он сказал мне «Ты уже 25 лет занимаешься тем, что говоришь об этой теме». Но я ни разу так и не послушал твоего совета. Ну, говорю, я тебя предупреждал. Что может случиться с твоим накопительным пенсионным счетом в 401k? По идее, выходя на пенсию, обычный пожарный может получить за все время около миллиона двухсот тысяч долларов. Но на деле он не получит почти ничего. Что ты имеешь в виду? За все пенсионные годы обычному пожарному должны выплачивать в районе миллиона двухсот тысяч. То есть, выходя на пенсию, он получит такую сумму? Да, полицейским должны тоже выплачивать примерно столько же. Проблема в том, что никто им столько не выплатит. Имеется в виду, у фондов нет денег, чтобы выплачивать пенсии? Эти деньги были украдены парнями с Уолл-стрит. Об этом и рассказывается в моей книге. Тогда я не понимаю, как эти средства будут восполняться. Налогами. К 2050 году 2 миллиарда человек в возрасте 60 лет будут претендовать на пенсионные выплаты. Смотри, сейчас 2020 год. Через 10 лет к 2030 году 2 миллиарда человек из поколения бибибумеров будут выходить на пенсию. Япония разорена. Аргентина разорена. Китай разорен. Италия разорена. Германия разорена. Миллионы людей выходят на пенсию. Я живу в очень престижном районе в Южной Каролине. И когда я разговариваю с друзьями, которые там живут, все как один говорят. Я обожаю Трампа. Биржевые рынки сейчас показывают рекордные показатели. Я отвечаю, да, но сейчас у нас рекордно высокие показатели государственного долга. Все смотрят на биржевые котировки, но никто не обращает внимания на размер госдолга. Рынок Репа, на котором совершается покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи, является одним из самых крупных в мире. Правительство очень сильно поддерживает его. Американские обыватели смотрят на рынок акций, но не смотрят на картину в целом. Лейтмотив книги «Кто украл мою пенсию» заключается в том, что пенсионеры, их дети, налогоплательщики отдают все свои деньги за то, чтобы их грабили. А что насчет покупки монет? Выгодна ли эта инвестиция? Я бы не сказал, что покупку золотых монет можно считать инвестицией. Это не принесет вам быстрой прибыли. Золотые монеты стоит покупать на случай, если доллар начнет сдавать позиции. Так же, как и Воррен Баффет, когда он говорит, что покупает серебро на 35 миллионов долларов, то надо быть готовым, что в скором времени что-то может произойти. Если он покупает золото, то в ближайшие 6, 12, 24 месяца он ожидает, что начнется спад в экономике. Сейчас же он большую часть своих сбережений хранит в денежных единицах, так как, возможно, ожидает, что надо будет совершить какое-то вложение в скором времени. Он постоянно выкупает предприятия и заново их перестраивает, чтобы потом вступить в игру сразу после кризиса. Беда, о которой я рассказываю в книгах «Фейк» и «Кто украл мою пенсию», заключается в том, что существуют фиксированные выплаты, которые предписаны представителям таких профессий, как пожарные, полицейские, учителя, члены ассоциаций работников, например, водители ЮПС. С ними вообще отдельная история. Водители должны были получать в месяц по 5 тысяч долларов пенсионных, а в итоге эту цифру взяли и сократили до 850 долларов в месяц. Их всех просто кинули. Месячную пенсию каждого из них сократили с 5 тысяч до 850 долларов? Да. Как могло такое произойти? То же было и с моими друзьями, работавшими летчиками. Потеряли все до копейки. Пенсии были украдены. Об этом все молчат. USR взяли и украли деньги, предназначавшиеся для пенсионных выплат. Люди с Уолл-Стрит сделали это, и никто даже об этом не догадывается. А эти пенсии были застрахованы? Понимаешь, у PBGC, корпорации, занимающейся страхованием пенсионных выплат, нет денег. Пенсионный план с установленными выплатами, предназначенный для учителей и пожарных, не знаю, я сам не участвую в этом всем, относится еще ко времени промышленной эпохи. У моего отца был такой же пенсионный план. PBGC, по идее, должны сегодня его поддерживать и страховать. Но если бы они захотели выплатить все деньги, которые были украдены из пенсии людей, то цифра бы составила от 9 до 17 триллионов долларов. Посмотри на Калперс, пенсионную систему государственных служащих Калифорнии. Они взяли из пенсионных фондов более триллиона долларов. Или же 401k. По сути, каждый сотрудник, который платит взносы по этому плану, даже школьный учитель, после выхода в отставку, должен получить миллион долларов. Однако в среднем 401k выплачивает одному человеку что-то вроде 65 тысяч за весь пенсионный период. 65 тысяч? Да. А знаешь, как высчитывается статистика? Они суммируют доходы той кучки людей, относящихся к одному проценту богатых, с теми людьми, у которых за душой не гроша. И получается так, что в среднем чуть ли не каждый американец является миллионером. Именно этот процент населения меняет всю статистику в корне. Если бы те, кто подсчитывает статистические данные, не считали 5% населения, имеющих больше всех денег на счетах, то картина была бы абсолютно иной. Конечно, если считать простое население в перемешку с миллиардарами, ситуация будет казаться радужной. Да, среднее значение может выглядеть неплохо, однако рассматривая каждый отдельный случай в индивидуальном порядке, понимая, что все совсем не так хорошо. Обычно участники планов 401k получают от 65 до 100 тысяч долларов пенсионных выплат. Но ведь мы говорим о США. Помните, что происходит в Париже? Париж заволокла волна протестов против понижения пенсий. В Японии протесты, в Гонконге протесты, Аргентина, Индонезия. Старики вроде высосут все деньги из системы. Именно пенсии приведут к краху рынка. Хотел бы я помолодеть, но это не в моих силах. Люди все стареют и стареют, а ситуация с каждым днем становится все острее. Людьми управляют как марионетками. И поэтому мой лечащий доктор говорит мне сегодня, надо было слушать тебя 10 лет назад. Ну, у него еще есть немного времени. Итак, первое, покупка драгоценных металлов. Это может стать хорошей долгосрочной инвестицией. Но я бы не сказал, что это вообще можно назвать инвестицией. Скорее, страховка на то время, когда доллар начнет падать. Ты покупаешь монеты и потом перепродаешь их, или покупаешь и хранишь у себя в коллекции? Я храню. Получается, ты покупаешь их и оставляешь на будущее. Понятно, покупка и хранение. Это раз. Но что еще я могу сделать сегодня? Я простой парень, который знает, что приближаются тяжелые времена. Что еще можно сделать, чтобы как-то оградить себя от кризиса? Никто не может прыгнуть выше своей головы. И если принять во внимание тот факт, что большинство обывателей абсолютно некомпетентны в финансовом плане, то понимаешь, что делать им особо-то и нечего. Лично мне выгоднее, когда на рынке происходят негативные изменения. Поэтому мне остается с нетерпением дожидаться приближающегося кризиса. Но вот обычным людям, готовящимся к выходу на пенсию, не повезло, так как если они решат забрать все накопления обратно, то потеряют 30% от всей суммы. Их обвели вокруг пальца, как и всех остальных. И сделали это никто иные, как Уолл-стрит. Совместно с правительством. Так что же я могу тогда сделать? Я нахожусь в числе обманутых людей. Что мне делать? Начинать свой путь от сотрудника фирмы до мелкого предпринимателя и потом владельца бизнеса и инвестора? Искать подходящую сферу деятельности, открывать свое дело, заново запускать свою карьеру? Что ж, книга, над которой я сейчас работаю с Джимом Риккердсом, называется «Вороны». В ней мы заглядываем в будущее и делимся идеями о том, как подготовиться к грядущему кризису. Например, надо запастись золотом, серебром, владеть произведениями искусства, которые достойны места в музее. У меня самого таких нет. И, конечно, недвижимость. Недвижимость, которая будет приносить вам прибыль. Например, у меня в Панаме есть друг, он владеет фермой авокадо. Сам он канадец и говорит, что был вынужден уехать оттуда, потому что ситуация там складывается похуже, чем в Америке. Раньше он торговал облигациями, а теперь сидит у себя на ферме в Панаме и выращивает авокадо. Людям ведь всегда надо будет что-то есть. Еще один друг занялся выращиванием и продажей черники. Также могу привести в пример другого моего знакомого, живущего в Сиэтле. У него есть там большой дом, и когда все его дети переехали от него, мой знакомый переделал спальни детей в апартаменты, которые можно сдавать. В каждую комнату он поместил небольшую кухоньку и туалет, и в итоге он получает доход от четырех мини-квартир, которые он сдает в аренду. Сегодня он получает больше денег, чем когда-либо в своей жизни, потому что множество рабочих постоянно ездят в Сиэтл на несколько дней. Например, рабочие въезжают в комнаты в воскресенье вечером и уезжают в пятницу днем. Отличный пример, как имея небольшой дом, можно увеличить пассивный доход. Суть в том, что каждый может заняться чем-то, надо лишь понять, чем именно. Из этих примеров лично я выделил то, что надо использовать свою креативность, чтобы создавать альтернативные источники дохода. Не важно, о какой сфере конкретно идет речь. Главное иметь широкий взгляд на вещи и применять творческий подход к решению задач. Или же, если, например, вы никогда не шортили акции, то не стоит и начинать. Ты ведь знаешь, насколько это может быть опасно. На сто процентов. Ошибешься и возвращаешь разницу со своего кармана. Да уж. Я помню, как в 99-м двухтысячном годах происходили колебания рисков по ипотечным ценным бумагам. Лет 10 назад про это даже фильм сняли «Предел риска». Но что насчет какой-то конкретной индустрии? Не смотри на складывающуюся ситуацию через призму твоего опыта и возраста. Представь, что тебе, допустим, 32 года. Ты только закончил свою службу в морской пехоте. То есть тебе от 30 до 35 лет. Ты только-только начинаешь вести семейную жизнь. У тебя на носу свадьба, рождение ребенка. У тебя нет больших накоплений, которые ты можешь потратить на развитие бизнеса. Ну, может, есть 20, 30, 40 тысяч. В твоей жизни постоянно что-то происходит. Но ты понимаешь, что кризис приближается. Ты смотришь на это и думаешь, да, определенно, в скором времени что-то будет. Я прекрасно это понимаю. Как мне понять, какая отрасль деятельности будет хорошо показывать себя в экономическом плане еще лет 10-15? Чтобы суметь выгодно вложить свои деньги и застолбить себе место в этой отрасли. Опять же, допустим, тебе 30 или 35 лет. Но мы с тобой оба занимаемся просвещением людей, поэтому важно понимать следующее. Все эти камеры, висящие здесь, как и другие современные технологии, и все остальное, подчиняются эффекту Линде, описанному Насимом Талибом. Он пишет, что все, что появилось недавно, за последние 20 лет, может с таким же успехом исчезнуть за следующие 20. Но всегда на плаву будет держаться все старое. Все говорят, что технологии будут только развиваться со временем, но что точно будет всегда актуально, так это серебро и золото. Чем больше веков будет использоваться золото, тем вероятнее, что оно будет продолжать свое существование. Биткоин может и не прожить столько, потому что он используется всего несколько лет. Я всего лишь рассказываю, в каком ключе мыслить. Насим Талиб написал книгу, которая называется «Антихрупкость». Да, Насим поистине умный человек. Он пишет о том, что сегодня школы взращивают сплошных неженок, которые сидят в полностью безопасных комнатах. Этим нежным созданием ничего и сказать нельзя, не обидев. Но в современном мире выживает тот, кто умеет противостоять трудностям. Ведь все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Он приводит в пример занятия в тренажерном зале. Сегодня ты поднимаешь 100 фунтов, а завтра, может быть, сможешь поднять уже 105. В трудные времена сильные люди набираются опыта и закаляют свой характер, в то время как слабые, принимают удар на себя и ломаются под натиском. Как говорят мои друзья из Мексики, будьте мужиками, обзаведитесь парочкой стальных кахонес и приготовьтесь встретиться с трудностями лицом к лицу. Не пытайтесь убежать или спрятаться, в надежде на помощь Трампа или Берни. Также антихрупкость подразумевает, что чем крупнее, к примеру, банк, тем больше опасность, что этот банк рухнет. И слишком крупные, чтобы разориться фирмы, на самом деле, на самом деле и являются самыми хрупкими. Но такие компании, как у нас с тобой, всегда будут на рынке, несмотря ни на что. Выживают небольшие фирмы. Небольшим фирмам присуща гибкость. Мы в любой момент можем внести изменения, перестроить геймплан. Чем больше компания, тем больше грохота она издаст при падении. Об этом и пишет Насим Талиб в книгах «Антихрупкость», «Черный лебедь», «Рискуя собственной шкурой» — отличное произведение от выдающегося автора. К примеру, ты работаешь в компании Google. Возможно, на сегодняшний день у тебя неплохо идут дела, но завтра все может измениться к худшему. По щелчку пальцев. Однако, если откроешь свой небольшой бизнес, у тебя, может быть, будет гораздо больше шансов на то, чтобы остаться на плаву. Я не говорю, что все именно так, и завтра Google обанкротится. Я лишь пытаюсь донести, что по силам каждого человека предпринять что-либо. Так что бы сейчас сделал 30-летний Роберт Кийосаки? В какой сфере ты бы попробовал свои силы? Я бы все равно занимался этим бизнесом. Ты бы все равно занимался этим бизнесом? Конечно. Ты только посмотри на все это. Посмотри, чем мы сейчас занимаемся. Только посмотри, чем мы занимаемся. У меня есть несколько YouTube-каналов. Я на самом деле даже не совсем в курсе, что там происходит. Молодежь все делает за меня. Я бы не стал вкладываться в технологии. Возможно, настанет день, когда и эти камеры не станут нужны. Я бы не стал инвестировать в камеры. Я бы просто купил их себе при необходимости. Но я бы стал инвестировать в саму компанию, которая снимает видео. Все дело в образе мышления, а не в конкретных примерах. Просто поймите, что все, кто сейчас работают на крупные корпорации и думают, что они в безопасности, на самом деле, возможно, рискуют больше всех остальных остаться без ничего. Если вы привыкли полагаться на национальный банк, то вполне вероятно, что вскоре вы все потеряете. То есть все свои деньги и силы ты направил бы в стартапы и небольшие фирмы? Не то чтобы это прям совет, я лишь говорю, с какой точки зрения я смотрю на это все. Тем не менее, эта концепция имеет множество полезных применений на практике. Итак, какие практические советы мы можем извлечь из того, что на данный момент было сказано? Мы поговорили о драгоценных металлах, о покупке серебра и золота с расчетом не на поддержку, а на долгосрочную перспективу хранения. Далее применяйте творческий подход к делам, как, например, твой друг, дети которого разъехались, и он стал сдавать в аренду их комнаты, переделанные под апартаменты. Следующее, работайте не на гигантов индустрии, а на небольшие и гибкие фирмы. Пользуйтесь возможностями создания контента, которые подразумевают современные платформы. Но было еще кое-что, что показалось мне довольно интересным. Ты затронул тему того, что мы продолжаем печатать деньги, увеличивать свой и без того рекордно высокий государственный долг, а твои соседи без ума от Трампа, потому что экономика достигает высочайших показателей. Лично я вижу ситуацию следующим образом, и мне очень интересно, совпадают ли наши мнения. Так почему же все игнорируют эту проблему? Именно те триллионы долларов, которые не были выплачены людям по различным пенсионным планам и другим социальным программам. Плюс 26 триллионов долларов государственного долга, который мы должны вернуть Японии, Китаю и всем остальным. Может быть причина того, что все президенты упорно молчат об этом, заключается в том, что даже если они и начнут предпринимать шаги для решения этой проблемы, у них все равно ничего не получится за 8 лет. Зачем говорить об этой проблеме в своей предвыборной кампании, если ты сам понимаешь, что ее решение займет десятки лет? А если у самого президента нет подходящих инструментов для ликвидации этого дела, то проще оставить разрешение этой дилеммы человеку, который будет занимать должность президента в следующий срок? А они не в силах исправить ситуацию. И поэтому эта тема замалчивается? Все, что они могут сделать, так сеять возмущение в массы, осуждать Трампа, высказывать недовольство политикой, касающейся иммигрантов, обсуждать его импичмент и все такое. Но на самом деле они тоже не смогут разрешить проблему долгов. Получается, это говорит о том, что современная система выбора президентов в нашей стране неэффективна? Потому что если даже президент не в состоянии ликвидировать долг, то зачем вообще подавать свою кандидатуру на выборы и пытаться сделать что-то, если любые попытки погасить госдолг за один президентский срок априори обречены на провал? Потому что показатели ВВП говорят о том, что даже если каждый американец будет работать чисто на государство, не кладя ни копейки в свой собственный карман, а направляя весь свой доход в налоговую казну, то даже это не покроет и половину государственного долга размером в 26 триллионов долларов. Именно потому, пока Фонтас Элизабет Уоррен и Александрия Акасио Кортес говорят о введении налогов для богатых. Мне не хочется расстраивать тех, кто поддерживает возможность введения таких законов, но ведь богатые не платят налогов. Я объяснил, как на самом деле работает это все в книге «Фейк». Ведь вся ирония в том, что все происходит в рамках закона. А над чем ты смеешься? Над глупостью телевизионщиков. Все эти ребята здесь работают в отличной сфере, потому что те вещи, о которых мы с тобой сейчас разговариваем, никогда бы не прошли в эфирсе NBC или MSNBC. Они бы никогда не позволили мне рассказать об этом всем у них на передаче. Но сегодня с помощью Ютуба и других современных платформ мы можем говорить о чем угодно, зная, что нас услышит. Поэтому да, сейчас самое лучшее и перспективное время, однако оно также несет в себе самые большие риски и опасности. Именно об этом и пишет Насим Талиб. Если у тебя есть антихрупкость, то когда ты получаешь удар судьбы, ты благодаришь ее за предоставленный урок, зная, что чуть позже ты сможешь вернуться с новыми силами и опытом. Именно эта черта поможет человеку выстоять в трудные времена. Но если ты относишься к тем слабакам, которым только и надо, что комната с мягкими стенами, которая защитит их от всех проблем и злых языков, то ты не сможешь продержаться в современном мире. Есть еще кое-что очень странное в происходящем. Не знаю, смотрел ли ты выступление Рики Джервейса на премии «Золотой глобус», но те 8 минут, которые заняла его речь, были просто чем-то невероятным. Мы смотрели это вместе с женой, и мы оба были поражены. Я могу тебе скинуть его выступление, если хочешь. И я хочу сказать, что я подметил в политике некоторые изменения, о которых говорил Рики. Все эти неженки, которых порождает современный политический режим, начинают бесить людей. Ведь не только демократы устали от этого всего. Абсолютно все люди уже сыты по горло. Ведь они, по сути, ограничивают свободу слова все граждан Америки. Ты не можешь говорить о том, ты не можешь говорить о сём, это затронет этих людей, это затронет тех людей. Уже и пошутить нельзя, не беспокоясь о том, что твою шутку кто-то осудит. О, позволь мне рассказать шутку Родни Денджерфилда. Он раньше был таким смешным. Сегодня его бы линчевали за такие шутки. Скорее всего, так и было. Потому что даже комики сегодня не могут шутить на все темы, которые им вздумаются. Спектр таких тем значительно урезается. Но мне кажется, что создатели контента в интернете буквально выводят из себя ABC, CNN, Fox, NBC и остальных ребят с телевидения. Я недавно проводил отпуск со Стивом Бёрком, одним из руководителей NBC Universal. И он сказал мне, что они не могут сдвинуться с места, и в следующем году он оставит свою должность. И это самая крупная масс-медийная компания Америки. И рассказал ему о своих небольших проектах на Ютубе, на что он ответил, «Вы, ребята, сведете все телевидение в ящик». Именно такие, как ты, забивают гвозди в гроб телевидения? Стриминговые сервисы, Ютуб. Телевидению становится все тяжелее с этим тягаться. Они вкладывают деньги заранее, предрекая себя на провал. Кстати говоря, NBC же вроде сейчас запускает новую стриминговую платформу. Недавно же был анонс, да? Да. В конце весны. К примеру, стриминговый сервис от корпорации Disney за два месяца функционирования уже обошелся им в 200 миллиардов долларов. Они слили эти деньги в унитаз. Да уж, не шутки, когда в трубу по оценкам экспертов и аналитиков летят 200 миллиардов долларов. Но давай вернемся к теме госдолга. Вот представим, что сегодня же ты будешь баллотироваться на должность президента Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, люди хотят услышать в твоей предвыборной кампании стратегию по ликвидации государственного долга. Вот ты черным по белому объясняешь людям всю опасность сложившейся ситуации с этими 26 триллионами долга. Скажешь, что в этом случае, если мы продолжим игнорировать эту проблему, рано или поздно последствия нашей халатности придется расхлебывать нашим детям и внукам. Люди поймут, что ситуация действительно патовая, проголосуют за тебя и бум. Роберт Киосаки становится президентом. Какую стратегию ты бы избрал, чтобы в долгосрочной перспективе погасить эту задолженность? Я бы сложил с себя полномочия. Не думаю, что у кого-то получится это сделать. Роберт, ты говоришь, что не существует способа, который поможет стране ликвидировать долги? А ты сам знаешь такой способ? Я нет. Я просто интересуюсь твоим мнением на этот счет. Сам я не очень понимаю, как выйти из этой ситуации. Об этом и говорит Насим Талиб. В современном мире лучше держаться вместе с небольшими фирмами, а не с крупными корпорациями. Делать то же, что делают морские котики. Вести боевые действия в небольшой сплоченной команде. Об этом я писал в «Богатый папа, бедный папа». У нас была небольшая команда, все могли положиться друг на друга. Вместе мы уже работаем на протяжении 25 лет. Нам не нужно много новых людей, ведь у нас есть дружная маленькая команда, где каждый прикрывает спину напарника. Чем меньше других людей, с которыми вы работаете, тем надежнее. Вот еще кое-что. Так как я люблю изучать тенденции, которые развивались в обществе на протяжении истории, я понял следующее. Вернемся в Средневековье. В каждой деревеньке в Европе и Азии была церковь, где все ее население восхваляло Господа, Иисуса, Буту или еще кого-то. Потом началась промышленная эпоха, и восхвалять начали уже героев войн, например, морпехов, поднимающих на отвоеванной территории флаг со звездами, или Роберта Эдварда Ли, Уиллиса Гранта. Произошла смена ценностей от религии аграрного века к воспеванию храбрости героев в промышленном веке. Ты же знаешь, что сейчас наступила информационная эра? Да. Жертвы. Сейчас мы обожествляем жертв. Например, недавно я видел, как сносили статую Роберта Эдварда Ли. Я не являюсь сторонником рабства. Но зачем сносить ее? Это ведь часть нашей истории. Каждый сегодня называет себя жертвой. Каждый ущемлен чем-то. Один мой друг выступает за то, чтобы выплатить компенсации темнокожему населению за все те годы рабства, что они пережили. Что ж, удачи с этим. Почему бы тогда не заплатить потомкам американских индейцев? Ведь это их поместили в резервации, забрав земли. Что насчет японцев, проживавших в США? Ведь нас помещали в лагеря для интернированных. И сегодня ты можешь выступить с заявлением, рассказав о том, как твои права ущемлялись, и все будут бегать вокруг тебя? Только говоря о твоей тяжкой участи. Я не говорю, что человек вправе оскорблять других людей, ущемлять их свободы. Но в современном обществе явно прослеживается культ пострадавших. Случай, когда женщина обвинила судью Верховного Суда в изнасиловании, утверждая, что она не помнит ни места, ни времени, когда это происходило. Брэд Кавана. Бедный парень. Она обвиняет его, а сама не может вспомнить, где и когда он якобы ее изнасиловал. И вся общественность буквально набрасывается на него. Мне казалось, что пока твоя вина не доказана, ты не можешь считаться виновным. А сегодня, если ты скажешь что-то не то, сделаешь неполиткорректное замечание, то буквально весь мир восстанет против тебя, потому что ты кого-то обидел. Именно психологическая установка жертвы погубит Америку. И мы уже находимся на полпути к этому. На этом построена предвыборная компания Берни. О господи, только посмотрите, сколько жертвов в нашей стране. Посмотрите, сколько у нас безработных. Этому стоит уделить внимание, но если начать им всем раздавать деньги, проблема не решится. Как мы докатились до всего этого? Не знаю. Мой стандартный ответ – недостаток финансового образования. Детей в школе не учат вещам, связанным с денежным оборотом. Когда в 71-м году Никсон внес поправки об отказе США от привязки курса доллара к золоту, что это значило? Фейковые деньги. За этим последовало создание активов пузырей, о пользе которых активно рассуждали лжеэксперты. История не раз подтверждала, что деньги, которые были просто так напечатаны, всегда исчезают. Каждая страна, которая начинала этим заниматься, беднела. Эта же участь ждет и США в будущем. Не только США, но и Японию, страны Европы, Южную Америку, Мексику. У всех этих стран будут большие проблемы, если они еще не начались. Вдумайтесь, Венесуала, страна с богатейшими запасами нефти, переживает кризис. Зимбабве разорена. Все потому, что странами управляют клептоманы. Или, как там называется, нездоровое желание спереть все, что плохо лежит. Только эти воры обосновались в политике. Я писал об этом в книге «Кто украл мою пенсию». Те же люди, которые уже разорили все страны, сейчас крадут наши пенсии. Самые, самые образованные представители элиты общества. Я закончил Гарвард, Йельский или Массачусетский университет. Я умнее тебя, я знаю все. Так позволь мне обработать тебя до нитки. Вот что происходит сегодня. Мир полон бедных пап, думающих, что они что-то понимают. Я встречал людей, которые, заканчивая университет с отличием, думают, что теперь они умнее Господа Бога. Меня тошнит от таких. Да уж, меня тоже. Вся индустрия финансов кишит такими всезнайками. Они просто повсюду. Итак, ты заявляешь, что не существует способа выбраться из-за должностей даже в долгосрочной перспективе. Лично для меня решение в следующем. Держаться подальше от крупных фирм, собрать небольшую команду, в которой, как в морской пехоте, каждый сможет опереться на плечо соратника. У меня в команде есть бухгалтеры, адвокаты, банкиры. У меня есть маленький, но сплоченный круг людей, с которыми я уже давно в деле. Будьте компактнее. Но я сейчас говорю про решение этого вопроса на государственном уровне. Тогда я ничего не могу с этим поделать. Я лишь могу думать о том, как обеспечить себе счастливое будущее. А если президент Дональд Трамп прямо сейчас позвонит и объявит, что он делает тебя первым своим советником? И ты должен будешь посоветовать ему, что предпринять для того, чтобы ликвидировать долг? Я в любом случае откажусь. Но как бы ты решил эту проблему, находясь на его месте? Я бы просто не стал ее решать. Конечно же нет. Зачем мне это? Когда наступит кризис, мне в карман будет течь еще больше денег. То есть для тебя это просто неважно, и ты смотришь на эту ситуацию с либертарианской точки зрения. Мол, я могу позаботиться о себе самом? Это мне по силам, потому что у меня есть надежная команда. А обо всем остальном я не буду беспокоиться, потому что это находится за рамками моих возможностей? Именно, но есть еще кое-что. Морпехи сражаются в своих отрядах. Но чтобы вести боевые действия в рамках экономики, у вас в отряде должны быть не только лучшие бухгалтеры и юристы, но и политики. То есть ты работаешь не только с финансовыми экспертами, но и с политиками? Да, Дональд Трамп мой друг. Я также нахожусь в дружеских отношениях с губернатором, членами городского совета. Когда ведешь игру на высоком уровне, надо налаживать отношения даже с самим Господом Богом. Не пытайтесь изменить мир, меняйтесь сами. Именно это я всегда утвержу. Если, допустим, ты просто работаешь в компании Google, то ты уже априори был обманут. Ведь ты не можешь ничего знать о том, как в реальности устроена эта корпорация. Ты не знаешь бухгалтеров, которые рассчитывают твою зарплату, не знаешь, какими твоими юридическими полномочиями компания пренебрегает. Ты сам лишаешь себя возможности приобрести опыт инвестирования. Чем меньше будет ваша компания, тем лучше будет для вас же. Насчет Дональда, я знаю, что вы вместе написали книгу. Две книги. Первая из них – это «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты», а вторая – Дармидаса. Я не читал Дармидаса, но прочел «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты». И я могу сказать, что это отличная книга. Я не считаю себя ни республиканцем, ни демократом. Работая над этими книгами, мы были просто наставниками, которые пытаются чему-то научить людей. Я не пытаюсь использовать его нынешнюю должность для продвижения наших книг. Вы, ребята, написали две отличные книги вместе. Что ты можешь сказать о политической деятельности, которой Дональд занимается сейчас? Я имею в виду, что ты думаешь о нем, как о президенте. Мне нравится, что он делает. То есть ты считаешь, что он отлично справляется? Да. Но есть одно «но». В настоящий момент он обратил против себя слишком многих людей. Но, знаешь, он ведь ведет переговоры с Китаем. То есть, как минимум, он может сесть и обсудить проблему. Он общается с Ким Чен Ыном, Путиным и другими лидерами. Он приезжает на форум в Давос и общается с людьми. В то время как Обама раздражал всех и демократов, и республиканцев. Не знаю, слышал ли ты, что когда Обама приехал с визитом в Китай, то его даже никто не встретил. Но если приезжает Трамп, все первые лица государства стоят возле дорожки к его самолету. Когда Обама вел переговоры с Путиным, у них были разногласия и споры. Да, может и справедливо считать Трампа диктатором. Но этот диктатор хотя бы умеет вести переговоры с другими диктаторами. И для такой роли нужен не просто хороший парень, каким был Обама. Я уверен, что Обама славный малый, который тоже родом с Гавайев. Но над ним все посмеялись. К тому же именно Обама посадил виновных за сокрытие от американского правительства огромных сумм налогов с помощью швейцарских банков. Это описано в книге «Игра Люцифера». Деньги, которые Обама вернул в США, а именно 150 миллиардов, он направил в Иран. Я лично знаком с банкиром, который раскрыл американскому правительству схемы неуплаты налогов и помог возвратить деньги обратно в Банки Америки. И эти 150 миллиардов долларов, которые отдали движению Хамос, не принесли абсолютно никакой пользы. Над Обамой посмеялись. Это как если бы в школе был хулиган, задиравший тебя. А ты бы пытался облегчить свою участь, вежливо с ним общаясь. Конечно, это бы не помогло. Или ты вступаешь с ним в драку, или вечно убегаешь от него. Нет ни малейшего смысла в том, чтобы пытаться уговорить его вести себя чуть учтивее. Никакие вежливости с твоей стороны не прибавят ему мозгов. Вся политическая арена похожа на большой школьный двор. И в школьные годы я не был самым умным или сильным парнем, как и все, играл в футбол и все такое. Но я держался рядом с крепкими ребятами, которые в случае чего могли постоять за меня. На протяжении всех школьных лет у нас была своя дружная команда. Как думаешь, на место Трампа будут переизбирать кого-то другого? Да, все к этому идет. Планируете ли вы вместе в будущем еще писать книги? Мы собирались написать еще одну в 2015-м, но потом он позвонил мне и сказал, знаешь что, я буду баллотироваться в президенты. Он анонсировал это на моей радиопередаче. Я был одним из первых, кто сказал ему, что ж, прими мои поздравления и пожелания удачи. Теперь я буду держаться от тебя подальше. Почему ты решил, что теперь стоит держаться подальше от него? Потому что он мишень. Знаешь, за всю историю Римской империи власть переходила из рук в руки более трехсот цезарей. И только двадцать из них умерли своей смертью. Все остальные были убиты. Опять же, об этом писал Насим Талиб. Чем больше у тебя власти и влияние, тем больше людей будут точить на тебя зуб. Также он приводил Швейцарию как пример успешной страны. Кто занимает должность президента в этой стране? Почему о нем никто даже не знает? Те большие, заплывшие жиром страны, первые лица которых известны на весь мир, на самом деле далеко не являются самыми успешными. Список благополучных стран мира составляет такие небольшие государства, как, например, Сингапур. Поэтому я и советую всем зрителям этого ролика, особенно тем, у кого уже есть небольшая команда предпринимателей, держать все свои козыри на готове, чтобы в момент, когда настанет кризис, вы с командой были во всеоружии. Даже когда я служил в морской пехоте, в нашем отряде были четко распределены задачи. Кто-то был снайпером, кто-то разведчиком и так далее. У нас не было и мысли о том, чтобы заниматься всем в одиночку. А ведь именно этому и учат в школах. Учить самому все предметы и иметь по ним всем только отметки «отлично». А куда же потом пропадают эти отличники? Единоличники не выживают в этом мире. Я, например, знаю каждого, с кем работаю. И поэтому, работая в таком небольшом и сплоченном отряде, мы даем жару всем нашим конкурентам. Насчет создания команды. Набирая в свою группу людей, на какие вещи в первую очередь стоит обращать внимание, что требуется для того, чтобы создать сплоченный коллектив. В первую очередь требуется время. Ты ведь и сам знаешь, что как только речь заходит о деньгах, люди начинают врать. И доверие, которое должно связывать всех членов твоей команды, строится на протяжении немалого периода времени. Не сразу понимаешь, сможешь ли ты довериться тому или иному человеку, находясь в экстремальной ситуации, или нет. В общем, нужно время, чтобы собрать надежную команду. Да, мир полон легкомысленных и ненадежных людей. Но у меня несколько партнеров, с которыми мы работаем вместе уже на протяжении 40 лет. 40 лет совместной работы? Мы знаем друг друга как братья. Самое важное – это доверие. Уверенность в том, что, чтобы не случилось, мою спину прикроют друзья. А также приверженность моральным принципам и усердия. Роберт, уделяешь ли ты время просмотру контента в интернете? И если да, то что именно ты смотришь? Конечно, я постоянно что-то смотрю в интернете. И что же? Я люблю Ютуб. Люблю постоянно что-то смотреть и сравнивать различные взгляды и концепции. Допустим, если распространена точка зрения А, то мне интересно ее отличие от точки зрения Б. Я хочу смотреть на происходящее в мире в максимально широкой перспективе, сопоставляя точки зрения различных людей. Именно этим мне и нравится Ютуб. Тут можно найти больше всего различных мнений. Например, актуальный сейчас спор, что же лучше, биткоин или золото. Мы можем слушать Питера Шифа. Мы можем слушать Макса Кайзера. Шиф, к примеру, критикует биткоин. Но я черпаю информацию из обоих источников. Хочешь ли ты сказать что-то перед тем, как мы начнем закругляться и подводить итог? Что-то, о чем нам стоит задуматься прямо сейчас. Твой финансовый совет нашим зрителям, касающийся современной экономической ситуации. Опять же, мне очень нравятся слова Насима Талиба о том, что в современном мире преуспевают не неженки, а те, кто смог достойно принять все удары судьбы и вынести из них бесценный опыт. Наши школы массово выпускают полчаса слюнтяев. Я надеюсь, что ваши дети не будут относиться к числу таких сопляков. Потому что выходит так, что и детей мы обманули. Задолженности по кредитам на обучение сейчас составляют 1 триллион и 600 миллиардов долларов. Это больше, чем долги по ипотечным кредитам. Мы подставили всех, включая наших детей. Поэтому финансовую грамотность не преподают в школах. Поэтому я называю все фейковым. Я бы не стал доверять ни одному совету от школьного учителя. Да, возможно, они хорошие люди, вся моя семья трудилась в сфере образования. Но они не знают ничего, когда дело касается денег. Абсолютно ничего. Но если не слушать учителей, то кого бы ты посоветовал слушать? Таких людей, как ты. Я прислушиваюсь к тому, что говорят Макс Кайзер, Питер Шиф, Насим Талиб. Итак, подводя итоги, хочу еще раз сказать, что это уже второе наше интервью с Робертом. И мне было очень интересно немного заглянуть в его сознание и хоть отчасти понять, как мыслит такой человек, как Роберт. Мы разместим ссылки на его книги «Кто украл мою пенсию» и «Богатый папа, бедный папа» в описании к видео. И ссылки на книги Насима Талиба, поскольку ты не раз обращался к ним в ходе сегодняшнего интервью. Кстати, еще бы я хотел попросить вас зайти в Твиттер и написать Роберту или мне, какой главный урок вы вынесли из сегодняшнего интервью. И если вы не подписались на наш канал, то, пожалуйста, сделайте это. Роберт, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Продолжайте в том же духе, желаю вам успеха с каналом. Спасибо, постараемся. Субтитры создавал DimaTorzok